ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег Николаевич один из тех людей, кто двигает внутренний туризм. К сожалению, один из немногих, мне кажется, людей в регионе. Но сегодня тема у нас в повестке, по крайней мере, в самом начале, позитивная в Кировской области. И потом будут позитивные, до самого конца будем надеяться. Ну нет, я думаю, что там где-то у нас будут грустные нотки. Но тем не менее, пройдет в этом году международный фестиваль «Шляп». 8-9 августа. Не первый год проходит, да? Олег Николаевич, сейчас расскажете, какой год подряд и подряд ли. Называется он «Виват кино». Мы перед эфиром с Соней общались по этому поводу и не поняли, почему «Виват кино». Странное название для фестиваля «Шляп». Да, мы привыкли удивлять. И в этом году действительно фестиваль пройдет уже четвертый год. Он носит статус международного мероприятия, то есть международные событийные мероприятия, которые объединят в себе не только туристов из разных регионов России, участников из разных регионов России, но также к нам приедет и ближние, и дальние зарубежья. Почему четвертый год и почему «Виват кино»? В «Виват кино» мы привыкли удивлять. И каждый год мы создаем какую-то новую тему. Если сделать экскурс в историю этого фестиваля, то первый фестиваль прошел под названием «Волшебная шляпа». Мы собрали всех сказочных героев в Виатских полянах из разных регионов России. И они сделали волшебное шествие по улицам города, подарили праздник всем, кто пришел на это мероприятие, всем туристам, кто приехал к нам в город. Потом у нас была концепция поля мира, карнавал цвета. И каждый раз мы пытались удивлять, предлагая участникам и туристам новую тему, в которую можно было бы вовлечься, создав какую-то тематическую головную бор, шляпу и костюм, и приехать к нам на фестиваль. В этом году мы очень долго думали и понимаем, что огромная тема, уникальная, которая нами была не затронута, это тема кино. И, конечно же, в рамках этой темы мы можем предложить очень много историй, в которые могут включиться как жители нашего региона, так и туристы, и участники, и создать какой-то не только головной убор, но и целый образ, который может быть посвящен конкретному фильму, конкретной стране, конкретной эпохе. Поэтому мы расширили горизонты фестиваля. Мы планируем, что под этой темой мы сделаем очень хорошее, интересное, закрытое мероприятие, показ-шоу в Дворце культуры. И, наверное, создадим очень массовое, масштабное мероприятие. Это шествие по улицам города Вятские Поляны, когда мы покажем целые эпохи из разных фильмов, когда мы покажем уникальные костюмы, какие-то сцены будут задействованы в рамках этого шествия, киносцены. Ну и тем самым, конечно, мы планируем расширить масштаб фестиваля, сделать его более ярким, более красочным. Тем более нужно отметить, что в этом году муза, идейный вдохновитель фестиваля стала снова Ирина Гончарова, уже нашим всем посетителям, туристам, известная по второму фестивалю, когда фестиваль приобрел значимый статус не только на уровне России, но и зарубежья. И вот как раз в 2017 году мы с ней создали новую концепцию фестиваля, он приобрел вот ту форму, в которой он сейчас находится. Появился закрытый показ, появилось это уникальное шествие как в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, так же в Вятских Полянах, где сейчас уже принимают участие более тысячи человек в костюмах, в карнавальных костюмах, в головных уборах. Ну и десятки тысяч зрителей, которые на улице находятся для того, чтобы посмотреть это шествие и просто зарядиться той энергетикой, которую это шествие в себе несет. А я правильно понимаю, что в шествии кто угодно может принять участие? Или обязательно нужно заявиться, например, там зарегистрироваться? У нас фестиваль проходит в рамках двух дней и каждый день подразумевают под собой какие-то уникальные конкурсы. И мы уже достаточно давно приглашаем всех к участию в этом мероприятии, как и во многих других. То есть это будет конкурс головных уборов, который можно отправить или привезти в музей головных уборов, заявиться. Там будет порядка десяти различных номинаций с серьезными ценными призами. Вот в этом конкурсе, наверное, главная награда, на мой взгляд, это участие победителей, точнее участие победителей их головных уборов в фестивале «Шляп» в конкурсе во Франции в городе Кассаде. То есть у нас с ним есть договоренность, и мы будем головные уборы победителей отправлять в Кассад для того, чтобы они принимали участие во французском международном шляпном фестивале. Также будет большой конкурсный показ проходить в Дверце культуры. Это более профессиональный и более тематический конкурс, где принимают участие более 25 участников из разных регионов России, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. В этом году мы ожидаем гостей-участников из Австрии, из Латвии, из Литвы, из Украины, из Белоруссии, из Казахстана. А это все какие-то новые участники или это ваши старые друзья, которые с года в год они ездят? Да, это и адепты, которые уже полюбили и город Вятской Поляны, и наши событийные мероприятия. И, конечно же, это новые участники, география растет с каждым годом. И сегодня, если сравнивать, например, этот фестиваль с прошлым, количество заявок, которые пришли уже к нам на участие в фестивале, превышает практически прошлогодний уровень в два раза. Ничего себе, это будет еще только в августе, то есть сколько за это время придет заявок? Ну, и мне хотелось бы добавить о том фееричном мероприятии, которое пройдет по улицам города, это самошествие, конечно, мы приглашаем к участию всех желающих. То есть можно просто сделать любой головной убор, сделать шапку из газеты, можно... Но это должно быть все равно ведь как-то с кино, правильно, связано? Да, это что-то должно быть такое тематическое. Ну, если нам... В шляпе Индиана Джонса можно прийти. То есть головных уборов в кино очень много. И, в принципе, шансы есть у любого жителя нашей области, с нашей стороны, приехать со своим головным убором, семьей, друзьями. И просто вот в драве провести эти два уникальных дня, пройти путешествие, зарядиться энергетикой. Ну, и лучшие будут также отмечены и награждены. Ну, и вообще кино охватывает все буквально, потому что в кино есть и сказочные персонажи, и фантастические герои, и какие-то исторические личности. То есть можно быть абсолютно кем угодно, когда тема такая, как кино. Казалось бы, вроде бы, ну, тема ограничена, но очень широко, да? Ничем не ограничена в то же самое время. А вот вы говорите, участники фестиваля, участники фестиваля, то есть они кто-то по профессии, они профессиональные шляпники, это какая-то... Или это люди, например, которые занимаются, там, шьют, например, головные уборы, я не знаю, готовят костюмы к тем же, ну, в сфере кинематографа, например, работают. Да, художники по костюмам. Когда мы начинали вообще вот этот фестиваль, задумывали его, запускали, мы сами не знали, не предполагали, кто же будет нашим конечным участникам. Сейчас, как показывает практика уже четырех лет, это любители, которые просто научились что-то делать своими руками, работать в разных техниках, шить, вязать, валять из войлока и иметь какой-то творческий подход. И они творят головные уборы фантастические и везут на конкурс. Это мастера декоративно-прикладного искусства, это профессиональные дизайнеры, это модисты. То есть вот ареал участников очень широкий. То есть вот у нас есть участники, которые приезжают из Москвы, которые живут только тем, что они изготавливают уникальные головные уборы, их продают, участвуют в различных международных выставках. И в том числе они приезжают к нам на фестиваль. А есть жители Вятских полян, соседних городов, которые с удовольствием на протяжении многих месяцев готовятся к фестивалю, создают какой-то необычный головной убор, либо целую коллекцию, как это будет на закрытом показе. И заявляются, и представляют, и самое удивительное, что занимают призовые места и получают достойные подарки. А судьи кто? У нас несколько составов жюри в разных конкурсах, но если говорить про самый профессиональный фестивальный конкурс в Дворце культуры, то в этом году у нас председатель жюри, скорее всего, будет Инта Канепая, это директор Рижской киностудии. Я буквально неделю назад был в Риге и лично сделал ей предложение снова приехать к нам в Вятские поляны и принять участие в фестивале. И, соответственно, предложение она с удовольствием приняла, мы поддерживаем дружеские отношения. И 8-9 августа 2020 года, я думаю, что очень широкое, такое вот разноплановое профессиональное жюри появится в Вятских полянах. Это, конечно, представители и из разных отраслей, то есть это будет Ольга Махова, это человек, который всю жизнь занимается головными уборами. Это компания московская, достаточно известная. И представители СМИ, то есть будет Лариса Котова, это журнал «Триш», который в профессиональных кругах головных уборов, он широко известен. То есть я думаю, что достаточно именитые жюри. Ну и к нам всегда приезжают такие люди, как Игорь Иванович Шевченко. Он много лет организовал выставку шопо в гостином дворе в Москве. Это люди, которые имеют, в общем, к шляпам непосредственное отношение. А мы прервемся на 30 секунд, а после продолжим. Продолжаем дневной разворот. Олег Николаевич, несколько раз Вы упомянули закрытый показ. Это что за мероприятие будет? Почему оно закрытое? Туда какое-то ограниченное количество людей попадет? Да. Если подробнее, то это сам конкурс, показ. Он будет проходить в Вятских полянах, в Дворце культуры Победы. Дворец культуры Победы вмещает порядка тысячи человек вместе с балконом. И мы на сцене Дворца культуры делаем двух с половиной часовой показ, в рамках которого каждый заявленный участник показывает не просто свои какие-то луки, а целые показы, представления от трех до пяти минут. И все это будет как раз связано с кино. То есть каждый участник выбирает тему из того или иного фильма и воссоздает эту тему на сцене Дворца культуры, украшая эту сцену своими головными уборами, коллекциями, одеждой, ну и целыми луками. То есть у нас там как раз будут разные номинации на лучший головной убор, на лучшую коллекцию, на лучший лук, на лучшую презентацию своей коллекции. Как правило, мероприятие из практики собирает полный зал и проходит на одном дыхании. Поэтому приглашаем, пользуясь очередной возможностью всех желающих. И это вход по билетам? Да, приобретаются билеты. Там, в принципе, достаточно символическая цена. Ну, да, вопрос, что... Ну, создал-то обеспечен, да, я так понимаю. Да, время ли уже покупать билеты на август? А, нет, билеты уже распроданы, да? Нет, билеты еще не распроданы. Я думаю, что через месяц-два начнутся продажи этих билетов. И это будет проходить в первый фестивальный день, где-то ориентировочно в 17 часов. Вопрос денег. За чей банкет? Ой, за чей счет банкет? Потому что мероприятие масштабное. И вложений в любом случае требуется немало. И нужно же привезти вот гостей, как они приезжают, тот же директор Рижской киностудии, это же, ну, трансферы, самолеты. Ну, да, это трансфер проживания, питания и хедлайнеров, и членов жюри, и ведущих участников. Конечно же, мы эти расходы однозначно берем на себя, как принимающая сторона. Из практики уже так сформировалось, что это практически 100% частных инвестиций, основные средства. Мы инвестируем собственные и пытаемся привлекать спонсоров, благотворителей, которые какими-то суммами готовы пожертвовать для того, чтобы фестиваль состоялся на достаточно высоком уровне. А благотворители, это люди все вот у вас из Вятских полян или кто-то из кировских присоединяется? Или из международных меценатов. Я был бы очень рад, если бы к нам присоединились кировские благотворители, международные. Вот я приглашаю таких благотворителей, но пока это, конечно, такой узкий круг тех людей, кому это мероприятие небезразличное, и они находятся в основном в Вятских полянах. Ну и нужно сказать, что в этом году мы выиграли президентский грант. Да, они о безразличных людях. В общем-то, вот соседнее здание, там люди тоже говорят, что им небезразличные мероприятия, которые проходят в малых городах области. Но почему президентский грант? Как так? Почему не местные какие-то помощи государства регионального или, не знаю, городского большого бизнеса? Ну, одно из самых больших желаний, когда мы проводим фестиваль, у нас есть желание, чтобы нас заметили. Заметили на уровне региональной власти, на уровне федеральной власти. И вот случилось чудо, мы заявились на президентский грант, и в этом году победили и получили президентский грант. Он, конечно, не покрывает все те расходы, которые мы нанесем. А сумма его какого? А сумма его порядка 400 тысяч рублей. А, ну то есть совсем небольшой. Да, мы не заявлялись на большой грант, у нас не было такой цели. Мы первый раз это сделали, у нас задача попробовать поработать с президентским грантом, эффективно поработать. Ну и, конечно, основная сумма средств также будет частных инвестиций. Но нам очень приятно, можно сказать, что одна из наших мечт, желаний исполнилась. Нас на федеральном уровне заметили, и наш проект отметили, и даже выделили определенные деньги. И сейчас мы очень рассчитываем, что региональная власть тоже обратит внимание на эти события и на мероприятия. Потому что, на наш взгляд, все-таки это одна из немногих позитивных историй, которая привлекает внимание и туристов, и потенциальных инвесторов к таким малым городам России, как Вятские поляны. Да, а вот поговорим о всех этих людях, которые приедут. Могут ли Вятские поляны разместить внутри себя весь этот поток туристов? То есть это уже не первый год, 4 года получается фестивалю. Я так понимаю, каждый раз это количество наверняка растет, потому что кто-то приезжает, потом приезжает уже со своими друзьями и знакомыми. И да, и постит в Инстаграм, и знают все его друзья и знакомые, может, кто-то соберется автономно. И вопрос, как они все размещаются? Меняются ли Вятские поляны, пока идет этот фестиваль? Потому что нужно подстраиваться под такое большое мероприятие. Вы решили пройтись по больному, да? Да, действительно, мы очень много сейчас прикладываем усилий для того, чтобы узнаваемость фестиваля росла. И вот, к слову сказать, мы планируем в марте участвовать вместе с Кировской областью и нашим птицам в Интурмаркете для того, чтобы еще большее число аудитории охватить, пригласить участников и туристов на наш фестиваль. Но, конечно, больной темой для нас остается инфраструктура города, которая на сегодняшний момент, в принципе, не рассчитана для приема большого количества гостей. Но есть очевидные плюсы. То есть на протяжении этих четырех лет я наблюдаю тенденцию к изменению сервиса в городе. То есть появляется общепит. И за четыре года мест, где можно хорошо покушать, стало значительно больше в городе. И я думаю, что, наверное, какая-то толика и заслуга есть и нашего фестиваля в этом. Конечно же, с объектами размещения тоже мы испытываем определенные трудности. Но плюс здесь в том, что есть рядом Казань, куда можно поехать, остановиться. Есть соседние небольшие города, есть какие-то базы отдыха вокруг города, Вятские поляны. Ну и количество мест для размещения. В принципе, в определенной части в городе тоже выросло. И, мне кажется, появляется постепенно в Вятских полянах некая философия гостеприимства. Когда люди из сурового города, Вятские поляны, где привыкли ковать оружие победы всегда, уже начали понимать, что турист для города важен. Он везет деньги, он идет кушать, он покупает сувениры, он ходит по музеям. Но это важно для города, и люди это начинают видеть, сдавая при этом уже посуточно какое-то жилье в рамках больших мероприятий. Ну а проблему решать мы планируем за счет в том числе и организации палаточного городка. И вот здесь нужно сказать, что новая история в рамках фестиваля появится. Это открытые кинопоказы под открытым небом в рамках фестиваля. Мы вечерами планируем вот как раз вокруг палаточного городка сделать такие импровизированные сцены и будем показывать фильмы. Слушайте, ну это вообще нельзя пропустить просто. Конечно, ночью под звездами в палатке смотреть кино, лежать в спальничке. Ну вот смотрите, да, мне кажется, что вопрос с тем же самым, например, фондом, да, гостиничным, условно его назовем, наверное, можно было бы решить, если бы, опять же, подключались бы там те же самые региональные власти, и, например, таких вот событий в Ядских полянах было, ну там, 3-4 в год, да, чтобы у бизнеса, например, был какой-то стимул для того, чтобы открывать какую-то, да, вот, например, небольшую гостиницу, и ты бы понимал, что люди приезжают в город не один раз в год, а 3-4 раза в год. И ты не то, что знаешь, как Новый год, когда вот срубить денег во время корпоратива. Ну вот так же фестиваль «Шляп» должен был привлечь внимание к музею «Шляп», дом «Шляп». «Шляп», я так понимаю, то, что это… А, ну еще и музей советского быта коммуника, то есть время-то провести есть где. То есть действительно растет ли туристический поток «Вятские поляны» за это время вне дни фестиваля, а просто в обычной жизни? Приезжают ли люди из разных городов? Ну, по моим наблюдениям, однозначно растет. То есть как я делаю эти выводы, я смотрю, например, в книгу отзывов ежегодно, и география у нас становится все шире и шире. То есть из разных регионов, из разных городов приезжают, иногда в гости просто приезжают к родственникам, иногда целенаправленно в выходные едут целые группы микроавтобусов для того, чтобы пройтись по музеям города. Ведь у нас вот кроме тех музеев, о которых вы спасибо сказали, музей «Шляп», которому исполняется 4 года, музей «Коммуналка», который открылся год назад, есть еще уникальный музей «Шпагина», где можно посмотреть на это оружие победы, есть музей завода «Молот», есть наш исторический музей, который тоже интересен по своей концепции. И у нас уже, в принципе, на рамках маленького города существует 5 самодостаточных музеев, которые можно посетить. Я всегда сравниваю наш город с Великим Устюгом, где в свое время появилась резиденция Деда Мороза российского, и вот эта же инфраструктура с ростом туристов, она менялась. То есть там появлялся общепит, гостеприимство, появлялись объекты размещения. И сегодня можно уверенно сказать, что более 300 тысяч человек в Великим Устюг ежегодно принимают туристов. Мы, конечно, стремимся к этому, но пока туристов немного. То есть в рамках событийки едут, но, конечно, хочется больше. Ну, вот это же, мне кажется, тоже вопрос, условно говоря, там, брендирования города. Насколько я понимаю, там в программе фестиваля у вас заявлен какой-то круглый стол на эту тему? Да, все верно. У нас в рамках фестиваля в первый день, 8-го числа, будет проходить круглый стол, где мы будем обсуждать проблемы развития внутреннего, въездного и событийного туризма на территории малых городов России. То есть мы хотим сделать его в рамках межрегионального формата, пригласить участников из Татарстана, из Удмуртии, из Кировской области, из Мариэл, и поговорить о том, какие проблемы малые города испытывают, и поделиться опытом, то есть разобрать какие-то кейсы, и в рамках... Ага, ну, это будет какое-то собрание, то есть отраслевиков, грубо говоря, или вот... Открытое мероприятие. Да, там все энтузиасты, кто как-то, кто-то также вот за частные средства какие-то мероприятия проводит. Вот это будет первый раз мероприятие проходить, и мы, конечно, планируем, что оно будет достаточно узкое. То есть это два события в рамках мероприятия. Это сам круглый стол и выступление спикеров. Мы сделали приглашение Василию Геннадию Васильевичу Шаталову, который проводит Russian Event Awards, ежегодно вот известная премия в области событийного туризма, для того, чтобы он мог приехать и выступить для тех, кто к нам приедет из Татарстана, из Удмуртии, из Кирова, из Кировской области, и как бизнес мы приглашаем на это мероприятие, так и муниципальную власть, которой очень важно получать и перенимать опыт более-менее успешных проектов, которые реализуются на территории малых городов. Мы такую дискуссионную площадку хотим своего рода создать с участием экспертов, которые могут где-то направлять, где-то помочь решить какую-то реальную проблему. Слушайте, поднимите, пожалуйста, на круглом столе с Шаталовым название этой премии. Почему российская премия в области событийного туризма в России называется абсолютно невыговариваемым Russian Event Awards? Это чудовищно просто. Как человек, которому постоянно приходится читать это в эфире, так как кировские проекты так или иначе всегда фигурируют в рамках этой премии. Мы каждый раз сидим там в редакции, думаем, да боже мой, ну почему? Это же российская премия, зачем такое название? Чтобы иностранцам было легче прочитать, чтобы было легче приехать. Это сразу то, что welcome, мы знаем английский язык. Но ведь, между прочим, в этом году эта премия приобретает статус международный, поэтому, наверное, говорить сегодня сложно будет очень о смене названия, но я услышал и обязательно задам ему этот вопрос. Так, ну то есть власти все же будете приглашать? Тут уже вопрос приедут ли, да? Безусловно. Проект Headmasters. Мастер, да, мастер. Что такое проект Headmaster? Да, я бы еще добавил Headmaster World Expedition. То есть это система автомобильных экспедиций, она началась в 2012 году, и в 2014 году мы совершили кругосветную экспедицию. После этого мы делаем радиальные выезды в разные регионы мира для того, чтобы пополнить, во-первых, а, наш музей головных уборов какими-то уникальными артефактами, б, это получить уникальные знания в области изготовления этих головных уборов и постараться это сохранить в рамках нашего музея. Ну и, конечно же, это интересный инфоповод и возможность рассказать о нашем городе, маленьком, но очень гордом, где бы мы ни были. И в этом году, в 2020, мы приняли для себя решение, что этот год для Headmaster пройдет под годом России. То есть мы проедем в те регионы России, встретимся с мастерами, с уникальными людьми, бываем в каких-то уникальных самобытных местах, где нам еще не удалось побывать. Потому что проект существует с 2012 года, мы побывали в разных регионах, в самых дальних уголках планеты, а вот, к сожалению, в Бурятии, например, мы далеко не все знаем, или вот Башкортостан, который находится рядом. Поэтому 2020 год мы будем ездить по России и собирать российские головные уборы. Мы прервемся буквально на полторы минуты, а потом уже продолжим о том, как будет развиваться проект Headmaster в 2020 году. Продолжаем дневной разворот. Соня Демина, Дарья Тепузлива. В гостях у нас Олег Уваров, директор компании «Метелица Тур», соучредитель ассоциации наследия, соучредитель музея «Дома шляпы», музея советского быта «Коммуналка». Начали мы говорить о проекте Headmaster, который в этом году вы решили передислоцировать и переключиться на Россию. Вы так вымотались в последней экспедиции. Насколько я помню, вы застали не очень приятные события где-то в Кашмире, если мне не изменяет память. Да, все верно. Я уже практически забыл. Прошел ровно год с наших приключений по Северной и Центральной Индии и Непалу. Но это были действительно очень яркие, эффектные наши путешествия, такая экспедиция, содержательная в течение месяца. Она была легендарна еще тем, что вот в той экспедиции как раз с нами был еще Альберт Хлюпин, который сейчас в принципе живет в Индии и в Непале. Но вот год назад он с нами месяц провел, и он занимался организацией наших перемещений как раз там в Индии. А новые экспедиции, которые сейчас планируются по России, они, к сожалению или к счастью, уже будут проходить с участием других журналистов. Это будет другой подход, другая подача немного. А вот этот коллектив «Хэтмастер» — это замкнутый коллектив, который ездит по всем этим путешествиям? Или можно туда как-то попасть, внедриться, я не знаю? Да, это такая экосистема своя, но внедриться однозначно можно. Мы всегда открыты к любым диалогам, к любым предложениям. По практике мы ездим на одном автомобиле с участием журналистов, но были случаи, когда к нам еще один или два экипажа присоединялись, и мы с удовольствием делились опытом, и на каком-то участке пути мы достаточно интересно совершали вот такую совместную экспедицию. А где можно за вами следить? У нас очень много ресурсов. Есть официальный сайт «Хэтмастер», есть группа ВКонтакте, в Инстаграме. Я тебе все покажу, все расскажу. Отлично. Россия большая. Куда именно собираетесь? А в ближайший момент мы планируем на север, в Салихард. То есть в марте месяце там будет проходить День оленевода, уникальное мероприятие. То есть оленеводы из тундры, из разных северных участков собираются. В одном месте устраивают игры, практически такие олимпийские игры оленеводов, жителей Крайнего Севера. Ну и мы планируем, пользуясь случаем, навестить их, найти какие-то уникальные головные уборы. Ну а также еще хотим встретиться с северным Дедом Морозом, это Ямал-Ири, который нас в гости ждет. Возьмем нашу вятскую девицу-метелицу и поедем на встречу с Ямал-Ири. Такой сделаем расширенный проект экспедиции, то есть участники «Хэтмастер» экспедиции и нашей девице-метелице, помощницы Деда Мороза. Ну то есть у вас основная эта цель ваша остается все равно, то есть головные уборы собирать будете? Да, конечно. Музей должен развиваться, расти. Вот это хороший инфоповод для того, чтобы приехал турист снова в музей, привезти туда уникальные, необычные головные уборы. А поездки эти вы уже на год как-то распределили? Сколько их будет? Какие направления? Или только вот пока одна, а дальше уже будете? Обычно мы планируем вперед за год какие-то глобальные масштабные экспедиции, но так как эти экспедиции будут по продолжительности не более недели, поэтому пока у нас запланирован на конец марта север. И выезд из Вятских полян и до Салихарда на машине? Там будет смешанный маршрут, то есть будет часть пути на автомобиле, часть пути на поезде, часть пути будет на снегоходах. Ну снегоходы это логично, но как автомобиль в поезд погрузить, вот это интересный вопрос. Вы где-то, наверное, оставляете? Следите за нашими новостями, и вы все узнаете. Обязательно. Дом шляп. 30 января, как я понимаю, отмечаете день рождения. Да, первый раз четвертый год. Четвертый день рождения. Какие-то события у вас к этому приурочены или все так тихо? Чай попьете? Нет, у нас будет яркое. Вот именно в этом году так сложилось, что у нас будет яркий день рождения. Мы пригласили поучаствовать в этом мероприятии всех жителей города Вятские поляны. Мы проводим интеллектуальный квиз. Это будет игра, посвящена как раз нашей кругосветной экспедиции. Будут вопросы, будут интересные викторины, будет соревновательный момент. И я знаю, что уже более семи команд, порядка там десяти человек каждой команде, будут участвовать вот в этом интеллектуальном квизе. Четыре года. Ну, кажется, мы, наверное, каждый раз этот вопрос задаем. Тем не менее, финансовое состояние музея, то есть выходите ли вы на самоокупаемость, приносит ли музей доход? Потому что так или иначе, это все равно частное какое-то предприятие. И тянуть его постоянно, если он, например, работает в минус, наверное, не очень удобно. Да, мы ставим для себя цель выйти хотя бы на уровень окупаемости. Но пока за эти четыре года нам этого сделать не удалось. Ну, есть объективные тому причины. То есть, в принципе, туриста не очень много едет пока в Вятские поляны. Ну, и мы в целом видим ту обстановку, которая складывается на рынке. Ну, и у нас есть желание развивать этот музей. Мы несем некие инвестиции, организуем экспедиции, различные мероприятия. Ну, и все это пока не позволяет нам выйти на какую-то прибыль, либо хотя бы окупать. Но мы понимаем, что это наша социальная ответственность в городе. Мы готовы ее нести дальше. Вот делаем для себя такой вывод, что да, это важно для нас, это важно для города. Будем двигаться в этом направлении дальше. Ну, вы подаете такой замечательный пример всем людям, которые живут в городе, особенно молодежи, которые могут что-то сделать, и есть силы и смелость, потому что самое важное, мне кажется, это даже смелость войти в эту воду и не побояться каких-то, не знаю, прогореть, или что тебя не поймут, что ты там будешь какой-то белой вороной. Растет ли команда энтузиастов в Вятских полянах? Есть ли такое то, что действительно возникают какие-то маленькие проекты, начинающиеся, особенно, не знаю, у школьников, к примеру? Кого-то вы вдохновили. Да, я думаю, что достаточно большое количество ребят, молодых, активных, и смотрят на нас, и берут примеры, даже приходят за какими-то консультациями. Сразу возникают примеры с жизни, когда мы собирались этот проект реализовать, нам в комментариях всегда писали, не всегда, писали в комментарии, лучше строите теплицы, выращивайте клубнику или огурцы, чем ездить куда-то, открывать музеи. Но, как практика показывает, сегодня теплицы открыты очень много, музей головных уборов России один, и кругосветная экспедиция тоже после нас пока никем не была реализована. А бывает такое, что, как вы говорите, музей-шляп у нас один, что приезжают люди откуда-то издалека, прям вот конкретно, то есть услышали про музей и приехали посмотреть. К нам приезжали из Израиля, и не просто приезжали, а привозили даже экспонаты. То есть люди, готовясь приехать, видимо, в регион, с какими-то целями знали про наш музей, целенаправленно приехали к нам и привезли головные уборы из Израиля. То есть и таких примеров несколько. То есть нас очень радует, что иностранцы периодически наши музеи с удовольствием посещают. А сами местные жители, то есть понятно, вроде бы, когда у тебя вот тут вот под боком музей, но музей – это же не кино, это не то место, в которое ты там будешь ходить, например, каждую субботу или по праздникам. Хотя, вроде бы, с одной стороны, все, наверное, понимают, что экспозиция как-то обновляется периодически, но, наверное, не так, чтобы ходить очень часто. Но, тем не менее, есть у вас там постоянные посетители, или, возможно, вы проводите какие-то мероприятия, к которым привлекаете местных жителей. Знаете, мы для себя сделали вывод, что все-таки музей – это не выставка. Музей – это, в первую очередь, интерактивное мероприятие. На сегодняшний момент у нас очень много различных мероприятий в рамках музея проводится. Это мастер-классы для маленьких детей, для школьников, это какие-то интеллектуальные квизы, это интерактивные игры, это дни именинника, это детские дискотеки, это разные тематические праздники. И, конечно, у нас есть уже поклонники, которые еженедельно записываются на наши мероприятия, приходят иногда с родителями, иногда самостоятельно. И нас это, конечно же, радует. То есть вы уже прям как целый дом культуры, да? Наверное, не знаю, как. Мы себя позиционировать пытаемся как дом дружбы, потому что у нас представлены головные уборы разных народностей. Сколько у вас, кстати, сейчас уже их? Вот в рамках крайней инвентаризации мы насчитали 980 головных уборов, которые находятся в основных фондах. А выставлено? То есть фонды часто закрыты? Именно меньше половины, порядка 350-400 изделий сейчас находятся в экспозиции. И они меняются в зависимости от тематики времени, праздников, каких-то событий. Есть у вас, опять же, возвращаясь к будущим экспедициям по России, наверняка, так или иначе, когда планировали эти поездки, то есть вы же думаете о том, что вот добыть какой-то конкретный головной убор, но зачем будете охотиться в этом году? За какими шляпами? Ну вот сейчас мы планируем добыть головные уборы народов Крайнего Севера. Тоже очень интересные вещи, которые не так просто достать, потому что они на Севере имеют практическое применение. То есть те, у кого они есть, они ими пользуются в практическом жизни. Ну и, конечно же, хотим головной убор Ямал-Ири с собой привезти, потому что у нас коллекция головных уборов сказочных героев в музее есть, ее охраняет девица-метелица. Ну вот у нас есть желание в этом году пополнить эту коллекцию. Как он выглядит так, чтобы хотя бы примерно слушатели у нас представили, что это? Это такая повязка на голове. Ну, Ямал-Ири такой снежный, суровый, Дед Мороз северный. Ну, ему серьезная шапка не нужна. То есть у него много волос на голове. Поэтому он такой скромный достаточно головной убор. Но когда привезем, покажем всем обязательно. У меня остался один вопрос, который меня на самом деле мучает весь наш разговор. Олег Николаевич, почему шляпы? То есть почему именно головные уборы? Как так? Как ваша любовь сложилась? Вы знаете, вот уже много-много лет нам, мне в частности этот вопрос задают, и я каждый раз теряюсь. Я заготовил для себя определенные, и для вас в том числе определенные ответы. Я всегда говорю, что головной убор – это как генетический код человека, в котором зашито, в общем-то, все вот, если читать орнаменты, фасоны, рисунки, там зашиты все обычаи, обряды тех народов, откуда мы эти головные уборы везем. Ну, наверное, такая официальная версия, на самом деле нам просто нравится. И мы понимаем, что головной убор – это венец целого ансамбля одежды. И действительно, когда ты смотришь на разные головные уборы в разных регионах мира, они вдохновляют, они заставляют тебя двигаться вперед, изучать культуру, традиции, создавать какие-то безумные проекты, такие как фестиваль шляп. Ну, и, в общем-то, они просто нам нравятся. И мы считаем, что это классно, это здорово. Как вы все успеваете? Меня мучает этот вопрос, потому что все равно все же понимают, что в первую очередь у вас есть бизнес, да, то есть которым тоже нужно заниматься, нужно уделять этому время. И тут вроде бы вот хэтмастер, вот музей шляп, потом к нему добавляется еще музей, потом к нему добавляется международный фестиваль, которому нужно готовиться и вкладывать туда огромное количество сил. Откуда вообще ресурсы-то? Знаете, я думаю, что здесь очень все просто. Это командная работа, это коллаборация, к которой мы стремились много лет. То есть это команда людей, которые готовы решать задачи, ставить их перед собой вместе с нами и двигаться к нам нищим целям. Вот в этом основной залог успеха, на мой взгляд. Один в поле не воин. Кстати, о поле. Приезжайте в Вятские поляны. Ну, мероприятие будет не скоро, 8-9 августа. Да, важно не забыть эти даты. Но к августу обязательно подготовьте головные уборы. Конечно, нужно уже мечтать, смотреть референсы, готовить полный образ. Я понимаю то, что шляпой тут не отделаться. То есть если ты уж персонаж, то ты персонаж до самых кончиков пальцев ног. Вот я, похоже, буду Индианой Джонсон. У тебя какая-нибудь мысль возникла уже? Р2-Д2. Нет, не знаю. Я уже записываю, кстати, я себе делаю пометки. Ну, так вот, уважаемые слушатели, важно запомнить, 8-9 августа можно всем вместе лично увидеться в Вятских полянах, в удивительных аутфитах. Будет шествие, будет закрытый показ, тоже очень богатая программа, будет даже палаточный городок. Да, будет очень много интерактивных проектов. С показами под открытым небом. В общем, обязательно приезжайте, 8-9 августа, у вас есть еще время подготовиться. Олег Уваров у нас был в гостях, я сейчас опять буду долго это все зачитывать. Директор компании «Метелица Тур», соучредитель ассоциации «Наследие», соучредитель музея «Дом, шляп» и музея советского быта «Коммуналка» Дарья Топузлиева, Соня Демина. Прощаемся с вами. Продолжение следует...